Знаете, я, конечно, не на это подписывался. Опа! Ура! Ну, привет! С вами Слава Игрушкин. И передо мной вот эта гора подделок Лол. Я просто попал на некоторые видео про них. Увидел некоторые подделки в магазине. И что-то меня переклинило. Знаете, ребята, это реально какое-то помешательство. Эти Лолки, этот хайп, ажиотаж вокруг них. Я долго-долго держался. И вообще не собирался, если честно, покупать что-либо. Но, как видите, я просто взорвался, психанул и купил подделки. Это какие-то разные серии. Вообще ничего не смысла в этих сериях. Но я знаю, что все эти шары разные. Этот большой. Я знаю, что там большая должна быть кукла. Это куклы в пакетиках тоже. У них все началось. Больше всего мне хочется распаковать сразу большой шар. И я не знаю, есть ли смысл распаковывать это все на одном видео. Или все-таки на разных. Наверное, на одном видео будет слишком долго. Поэтому попробуем на разных. То мы видим огромная подделка шар Лол. Эти прозрачные штучки. Это такие кнопочки, которые держат все. А тут еще и скотч. Снизу они тоже должны держать, но как-то нет. Вот такая сложенная бумажка. Химпатичная такая бумажка, знаете. Создает впечатление от чего-то приличного. Такой плотный материал. О, господи, какой большой шар. Вы знаете, меня тянет формат побольше. И у меня уже было видео с подделкой. Которую видно сразу, что там внутри. Я очень сомневался, чтобы купить подделку. Потому что, ну извините, я не вижу, что я беру. Я примерно имею представление, что я получу, но ничего не гарантируется. Так, нам обещают наклейки какие-то, бутылочку, ботиночки, аксессуары, одежду, куклу. Но это все очевидно. И нити здесь. Написано третья серия. Что бы это значило? Здесь на самом деле есть такая насечка, чтобы тянуть здесь. Но на подделках, мне кажется, это вообще никогда не работает. Впервые распаковываю шар Лол. Вымою. Так, это наклейка, бабка и какая-то пожарная часть. Что? Как разгадать это? Старушка. Это школа. Gold School. Старая школа. Ё-моё. Я уже думал, что там за шифр. Так. Мы получили всего лишь одну наклейку пока что. Тут маленькие головушки. Где тут? О. Ни. Шар перестал быть желтым. О. Новая наклейка. Бля-бля-бля-бля. А, ну это все варианты, что может Куфа делать. Нормальная, оригинальная. Пока все еще мы ничего не получили. Может один откроет, второй. Ну давай. Секунду. Мы открыли слой. Ничего не получили. Вообще ничего. Так, окей. Вот мы видим ножки. Кстати, шарик-то вот он большой. Здесь мы... О. Ну это не совсем то, что я хотел. Ну, я представлял, что скорее всего здесь будет что-то вот это. Это платье. Платье. Эта серия, она вся в блестках. Тут платье все в блестках. Оно не очень равномерно, не очень крепко держится. Все, вот видите, уже, уже. Бээ. Это помыть надо. Ну и мы опять дальше ничего не получаем. Такая милая девочка. И последняя. Этикетка, куча мусора, куча упаковок, знаете. Как бы сейчас век такой, нужно бороться с количеством упаковки. А мы наоборот, один товар запаковываем в 50 упаковок. Ну, ботиночки резиновые, мягкие. Но вы понимаете, что все будет в этих блестках сейчас? О, все. Это должно было открыться во время одного из, как бы, распаковок. Не сейчас. Бутылочка. Мягенькая. Я сжимаю и слышу, как шелестит краска, хрустит. Она вся облетела, смотрите. Вот она вся краска, е-мое. Ну, бутылочка прикольная. Она мягенькая, она как бы вполне себе функциональная. Так, все, здесь больше ничего. Как это открывается? Опа! Ура! Я хотел темненькую. Ой, слушайте, ну теперь я доволен. Я думал, будет бледная. А это темная. Я угадал. Ура! На самом деле, я не скажу, что был бы против бледной. Здесь дырочка. Здесь тоже дырочка. Но никакой трубки нет из головы, чтобы это все по трубке нормально пить. Ну, я думаю, как бы теоретически она может писать. Кстати, вот сразу посмотрим. Голова. Очень четкий такой круг. Не выдающийся, не кривой. Все в блестках. И у нее тут косичка, и пучок. Она темненькая, напечатана ровненько. Слушайте, ну я рад. Я рад, что я осмелился купить. Ой, какое большое. Смотрите, какое большое отверстие. Какая маленькая шея. Ну, девочка, держись. Сейчас будет немножко больно. О, так вот. Я правда хотел темненькую, потому что я видел, говорю, в одном отделе были коробки большие. В окошке виднелась вот эта кукла. А рядом какие-то аксессуары. Кстати, посмотрите, какой интересный набор. Ух ты. Ух ты. Ух ты, книжечка. Ё-моё, как классно. Мне очень нравится, как выполнена эта игрушка. Здесь столько аксессуаров, инструкции. Настоящий лол, сюрприз. Внимание. Бумажка такая прям, знаете, чувствуется какое-то качество. Вот вроде подделка подделкой. Прям такое, знаете, материалы. Тут еще не все. Ой, блин, листок коллекционера. Вау. Вау. Я кайфую. Знаете, у меня мурашки сейчас немножко по телу. Реально. Ручка. И диатемочка. Блин, какая классная. Здесь есть пазы, как в оригинале. Но они не доходят до пазов вообще-то. Но все равно держится крепко, потому что просто очень плотно сидит. Ну, как бы перед тем, как вот это на самом деле использовать, я бы просто-напросто прошелся ацетоном, жидкостью для снятия лака, чтобы это все смыть. А сочетание цветов, конечно, тоже атас, потому что зеленый изумрудный, розовый малиновый, синий темный. Так, ботиночка села. Это все дико не сочетается. Может быть, белая обувь и розовое платье, если я вот помою, да? Вот они в оригинале такого цвета. Оно, может, еще будет сочетаться с такой головой. Но не в этом случае. Что сразу хочется сказать? Она вся пластмассовая. И ручки, и ножки пластмассовые. Но это не дутый пластик, как в прошлый раз. Это хороший литой такой пластик. И она не очень-то и разболтана. Ей не мешает то, что у нее такие вот части тела. Так, ну мы знаем, здесь у нее жилплощадь, ПМЖ и ванная. Вот здесь где-то должна была быть, по-моему, вот так, ну тут бутылочная. Тут кукольная. Ой, блин, слушайте, спасибо. И один человек мне сегодня утром в предложке написал, кто знает, что внутри этих шаров. И я пошел и купил этот шар. Я думаю, ну это знак. Очень мне нравится. Ручка, конечно, держится, но так. Такие как бы есть защелки. Но они так символические. Она не защелкивается. Она просто на сжатии вот так держится и все. Так, подождите, подождите. У нас тут макияж. Я, знаете, отдал за нее тысячу рублей. Я ребенку бы, ну да, девочка, допустим, была бы. Я бы купил такое за тысячу. Тут тени, я вижу прям с блестками перламутра. Это реально такие тени, жирненькие. Их, наверное, реально можно нанести. Но я не уверен, что их можно нанести на живого человека, потому что... Не доверяю. Это что, стекло? Нет. Фух. Знаете, я уже испугался, что это стекло. Но только звенит. Так, что это? Этого я не ожидал. Это лак для ногтей. Господи. Детям, знаете, сразу кладут. Раз уж портить куклу. Так давайте мы вам сразу положим, чем портить. Два лака для ногтей. Они одинаковые абсолютно. Ой. Поролоновые. Я не знаю, как это называется, честно. Одна в форме сердечка. Одна прям как настоящая. Вообще как настоящая. Кисточка. Смотрите, блин. С защитой из пластика. Она лакирована, чтобы не распушиться. И она прям настоящая кисточка. Боже мой. Это серьезно. И помада. Тоже помада. Я думаю, все-таки она не для куклы как один. Она скотчем заклеена, кстати. На обзорчик попался. Там чувак красил губы. Я, конечно, понимаю, парни не умеют там красить губы. Ни себе, ни другим. Но то, что он делал, это был капец. Он и брови там нарисовал, и все. Помада. Да, девочки вот так делают. На самом деле, тоже, думаю, как реальную помаду, это можно использовать. Именно для девочки. Знаете, я, конечно, не на это подписывался сейчас обзор делать. Но... Ой, крошится. Прям крошится, как пудра. Это скорее уже пудра. Действительно. Но я скажу, блин, прикольные нежные цвета. И это можно было бы использовать. Знаете, девочки, когда им не дают маму свою косметику, а она такая раз открывает игрушку, а там такой, знаете... Псс, девчонка, есть немного косметики. Возьми, попользуйся. Поиграй в маму взрослую жизнь. А, вот, подставка для куклы. Вы знаете, с инструкцией классно. Классная бумажка. Может, немножко тоненькая, но все-таки. Ванная, как я говорил. Домашний дом, короче, все. Переноска. Текст. Первая серия пишут. О, давайте поищем на кого она может быть похожа. Какая-то принцесса. Подождите, но она одна. Фэнси. Она похожа на Фэнси. И прической, и диадемой. Платьем она похожа на... На вот эту дамочку. А вот обувь. Простые сапожки. Думаю, вообще не имеет смысла искать, на кого же она похожа. Кстати, вот еще одна. А, простите, пожалуйста, великодушно. Но мы кристалл квин копируем. И диадема, и прическа, и отфит. Ее только туфельки. Здесь, видите, с какими-то ленточками у нас не так. Мы копируем ее. А то уже хотели написать, да, поправить меня в комментариях? Хе-хе-хе. О, короче. Офигенная кукла. Я доволен. А, знаете, мне же нужно сравнить. Это же моя вторая большая лолка. Я, честно, не думал, что ее такую выпустят в шаре. И мне, как бы, хотелось вчера, позавчера купить ее в коробке. Уже реально такой думаю, ну, что же такое-то. Интересная какая, темненькая, с синим таким подходящим ей цветом. Немножко здесь уже все обдирается. Я думаю, ободрать это нефиг делать. Но, вот так выглядит моя подделка. Я, кстати, думал, что она моя побольше. А они практически одинаковые. Давайте их сравним со всем голым телом. Ага, помните, как она светится? Кстати, обувь. Обувь похожа. Она, в принципе, одного молда. Но, видите, какой разный размер. Платьки разные, это понятно. Но они одинаково снимаются, как у оригинала. Разрез. У этой голова, кстати, вертится вот так немножко побольше. У этой такой шарик. И он, как бы, тоже дает ей повернуться. Но что-то как-то не так. Шейка у нее покороче. Видите, разница. Ну, в принципе, они одного роста. Я, кстати, думал, что они разные. Но они одного роста. И мне теперь это еще больше нравится. Потому что у меня теперь одна есть беленькая, одна темненькая. Единственное, о чем вам скажу сразу, сразу заметно, что здесь глазницы более сглажены. Они все рельефные. Как бы, но здесь прям четко такое углубление. Молдирование ресницей есть. Здесь все гладенькое такое. Личико поглажее. Носик у вот этой прошлой более выраженный. Но она покрашена ровно, красиво. Вот в отличие от этой, да. А то я хочу закастомить все еще. И я уже близок к тому, чтобы начать ее кастомить. Ну, в общем, единственное, здесь вот, здесь потертость. Не знаю, может, лак какой-то купить для ногтей. Но, блин, блин, классно. Поздравьте меня. У нее это интересное. У нее, правда, ножки разные? Она же может надеть эту обувь. О, она надевается так же туго, как первая. Странно. Все в лесках, блин, все отмывает потом. Но эту спокойно налазит. Смотрите-ка. Надо же. Казалось бы, разный размер, а одинаково садятся. Может, у этой просто толщина больше материала. Видите, он толще. Ой, в общем, короче... Извините. Думаю, это начало того, чтобы обозреть лолок. Я удивлен сейчас очень тем, что я получил. И это вторая моя лол-гигант. Как некоторые называют, я считаю, просто большой куколкой. Но все-таки лол-гигант в сравнении с обычными. И они вот такие классные, красивые. Мне все нравится. Вот это бы молд рельефный более еще сделать. Но вот так, по сути, не очень-то заметно. Если глазки сами по-другому нарисовать, побольше будет казаться. Побольше, знаете, здесь есть свобода рисования. Если здесь есть молд четкий, вы ограничены тем, что вы можете нарисовать. Вам нужно четко по молду. А здесь просто такая выпуклость есть на глазу. Такое возвышение. Не знаю, видите, его нет. И, в принципе, можно довольно разные глаза нарисовать на одном и том же молде. В этом, конечно, есть плюс свой. Ой. Ладно, попробую лак. Я, блин, проливаю его куда-нибудь. Знаете, это такой красивый перламутровый полупрозрачный лак. Его можно наносить. И он вообще не воняет ацетоном. Он ничем не воняет. Даже если сильно принюхиваться. Так что, мне кажется, это вполне себе может быть даже безопасная, как ее, господи, косметика детская. Хочу вас предупредить, что лак высох, но быстро слез пленкой такой тянучей. И оставил свой цвет у меня в ногти. Он въелся. Так что я не советую пробовать это, если вы, конечно, не хотите ходить с поразовевшими ногтями. Мне очень все понравилось, ребята. Я не ожидал, что мне так понравится. Я хотел, чтобы мне так понравилось. Оно мне понравилось, но я намного не рассчитывал. А оно вот такое классное. И, конечно, спасибо за просмотр. Если вы досмотрели все до конца, вы большие молодцы. Я говорю вам пока что. Пока-пока. Пока-пока.